Добрый вечер! С вами программа Культ Поход. Это передача о самых ярких и запоминающихся событиях в культурной жизни родного города. Смотрите сегодня в выпуске. Классика мирового джаза в исполнении оркестра Глена Миллера. Редакторы журнала «Нева» встретились с саровскими писателями. Областной фестиваль керамики «Живая глина» в детской школе искусств номер 2. Самый успешный джазовый коллектив мира – оркестр Глена Миллера – выступил на сцене Саровского драматического театра. Новые концерты в России посвящены юбилею коллектива, поэтому музыканты подготовили для любителей джаза специальную программу. Такого в Сарове еще не было. Буквально через несколько минут на сцену Саровского драматического театра выйдут музыканты джазового коллектива с мировым именем. Оркестр Глена Миллера был основан в 1937 году. Прошло более 80 лет, но выступление коллектива до сих пор собирает полный зал и во всех уголках планеты. Программу концертов в России назвали в честь песни, написанной основателем коллектива Гленом Миллером в 1942 году 20-го столетия. Репетиции и выступления в прямом эфире, вечерние концерты и гастроли. С первых лет своего существования оркестр Гленна Миллера завоевал популярность среди любителей джазовой музыки. При этом музыканты записали и выпустили более 200 новых композиций, многие из которых стали классикой джаза. Программа, которую мы сегодня представим слушателям, называется «Jewbook Saturday Night». Мы сыграем все известные композиции, исполненные в свое время Гленом Миллером. Мы также исполним несколько произведений, написанных очень известными композиторами. Это Джордж Гершвин, Коул Портер, Ирвин Берлин, создавших прекрасные музыкальные произведения, также исполненные Гленом Миллером. Кроме этого, прозвучат известные хиты Фрэнка Синатри и Элли Фиджеральд. В 80-х годах наставником европейского оркестра стал пианист Вилл Салдан. Ему удалось воссоздать оригинальные композиции маэстро Гленна Миллера. Сегодня коллектив успешно гастролирует по странам Европы и исполняет произведения Армстронга, Миллера, Пресли и других гениев джазовой музыки. За столько лет своего существования оркестр Гленны Миллера не утратил популярности и по сей день считается самым востребованным джазовым коллективом. Благодаря разнообразию жанров во время концерта зритель услышал как веселые и зажигательные мелодии, так и оригинальные лирические композиции. В библиотеке имени Маяковского прошла очередная литературная встреча. На этот раз к нам в город приехали известные петербургские авторы, редакторы журнала «Ниван». Это член Союза писателей России Наталья Гранцева и литературный критик Александр Мелехов. Творческий вечер писателей собрал представителей общества книголюбов, начинающих авторов и всех тех, кто неравнодушен к литературе. Два дня в Сарове для редколлегии одного из старейших литературных журналов «Нива» оказались плодотворными и были насыщены встречами. Со многими литераторами нашего города Наталья Гранцева и Александр Мелехов уже знакомы. Благодаря конкурсу «Русский гофманг», в котором саровчане активно принимают участие. Надеюсь, наш такой десант краткосрочный, нынешний, будет и плодотворным, и поступят новые рукописи, которые привлекут внимание журнала. Наталья Анатольевна считает, что в 21 веке на литературную сцену выходят новые поколения писателей. Александр Мотельевич подтверждает слова своей коллеги и выявляет другую проблему литературы. Писатель считает, что в современном мире перестали говорить о действительно важных профессиях и специалистах. Самое скверное, что происходит в сегодняшней литературе, что из нее исчез человек труда в самом широком смысле, человек, который что-то делает. Журнал «Нева» открыт для новых идей молодых авторов. В редакцию поступает огромное количество рукописей творческих людей, которые хотят оставить след в истории. Все они проходят жесткий отбор редколлегии, но отказ публикации должен действовать на писателей как толчок к развитию и самосовершенствованию. Отбор должен осуществлять, конечно, какой-то квалифицированный ариопак. Мне кажется, толстые журналы – это сегодня самая точная и бескорыстная отборочная инстанция. В любом издательстве молодого автора спросят, сколько денег-то нам принесешь. Мы этот вопрос не задаем. Продолжать традиции классиков, но при этом не потерять свою индивидуальность и оригинальность. Возможно, произведения талантливых авторов, которые сейчас пробиваются на литературный Олимп, когда-то войдут в школьную программу. Молодые саровские актеры запустили проект «Везде театр». Он призван показать зрителю всю универсальность этого вида искусства, благодаря которому в импровизированную сцену можно превратить практически любую площадку города. Первый эскиз спектакля по пьесе современного драматурга Ивана Вырыпаева Уфо показали в городском музее. По непонятным причинам в музее отключили электричество. Зрителям приходится передвигаться по коридорам с фонариками. Это не временное неудобство, а задумка автора. Таким образом, режиссер создает эффект погружения и ощущение, что все происходящее вокруг реально. Формат эскиза сокращает расстояние между актерами и зрителями, благодаря чему герои ведут диалог со слушателем. Это нравится. И более того, ты понимаешь, туда ты двигаешься или не туда, цепляешь ты человека или не цепляешь. Ну это же классно. Нет, это хорошо. Несколько героев, несколько человеческих судеб и одна ситуация. Все они однажды имели опыт общения с внеземными цивилизациями. Но рассказ героев – это не истории о летающих тарелках и паранормальных явлениях. Это простые человеческие истории и размышления о вере и смысле жизни. Вообще сама идея мне очень нравится, потому что мы часто копаемся в формулировках, типа, что такое любовь, да, а есть ли она любовь. И вот как раз автор заставляет нас натолкнуться на такую вещь, что не важно, есть Бог или любовь, важно то, как мы к этому относимся. Такой формат спектакля может оказаться неожиданным для любителей классических постановок на сцене. Проект «Везде театр» создан для того, чтобы напомнить – театр – это не место, а вид искусства. Идея же в том, что театр не есть тортик, в который мы приходим, такой праздничный. Мы должны наряжаться, как куколки или кены, там неважно, кто мы должны приходить и нести цветочки. Нет, театр – это, театр – это прежде всего, скорее всего, современный театр. Это то, что взято с вне, из мира. То есть это сегодняшний день. Чтобы был сегодняшний день в театре, нужно с него снять лепнину, которую на него налепили 300 лет назад. Специфика постановки позволяет находиться в залах музея ограниченному числу зрителей. Поэтому пригласительные билеты на экспериментальную постановку закончились еще за несколько недель до показа. Нестандартная форма и смелые прочтения пьесы привлекли внимание саровских театралов. Я наш театр очень люблю. В принципе, и эксперименты мы разные уже видели, театр нашего. И материал стали брать очень интересный. Поэтому я с удовольствием пришла. Сегодня руководство театра думает над датой повторного показа эскиза спектакля по пьесе Иванова Рыпаева «Уфо». Постановка по следующему произведению современной драматургии намечена на начало следующего года. История о настоящей дружбе между человеком и животными. В театре «Кукол Кузнечик» идет спектакль «Волшебное кольцо». Постановку по известной сказке в наш город приехал ставить питерский тандем мастеров. Это режиссер Тигран Сааков и художник Александр Зыбин. В Санкт-Петербурге они работают в театре «Три-четыре» и в наш город тоже приехали командой. Использование видеопроекции элементов театра теней, грамотно проработанного звукового и художественного сопровождения. И все это на сцене зала театра «Кукла Кузнечик». Новая постановка – история про волшебное кольцо. И змею с карапею придется по вкусу и детям, и взрослым. В этой сказке очень много человеческих взаимоотношений, да, тонких, хороших. Там есть и волшебство, но там можно проговорить с детьми, проартикулировать для них какие-то важные человеческие взаимоотношения. Это очень важно для меня. Еще одной фишкой новой постановки стало перемещение действия спектакля вокруг зрителей. Чтобы уследить за Ванькой и мамкой, за кошкой, собакой и прочими героями, маленьким зрителям придется постоянно следовать за героями головой и глазами. Это просто разноображивает для детей видеоряд, да, то есть они не привязываются к конкретному месту, они могут переключиться сюда, посмотреть туда, посмотреть, да, естественно, когда нам это нужно. Мужичок, продай мне шуночка! Своей театральной находкой питерский режиссер считает способность включить в визуализацию спектакля «Театр теней», используя вместо источника света видеопроекцию. Итоговый результат полуторамесячной работы оценили все, кто присутствовал на генеральной сдаче. Для маленьких детей это будет скорее больше комично, чем понятно. Для взрослого это и комично, и понятно. Это интересно. Это очень интересно. Я наблюдала своим маленьким ребенком, и ему точно понравилось. Это однозначно. Спектакль «Волшебное кольцо» посмотрели уже многие юные зрители нашего города. Ну а театралов постарше совсем скоро ждет неожиданная премьера. Это постановка по произведению Льюиса Кэролла «Алиса», ставит которую петербургская художница Екатерина Никитина и московский режиссер Галина Зальцман, которая раскрыла нам несколько секретов будущей постановки. «Алиса» – это вообще история про время. Так написана эта история у Кэролла, что там бесконечная игра со временем. И, честно говоря, придумывая этот спектакль, мы всегда отталкиваемся от себя, и режиссер, и художник, придумывая спектакль. И я подумала, что это такое время для меня. И для меня путешествие во время, то есть в мое детство, это путешествие куда-то туда, где снимался фильм «Асса». И вообще фильм «Асса» очень тоже похож на «Алису в стране чудес» по своему представлению о чудесной стране, в которой оказываются персонажи. И вот такая немножечко аллюзия к фильму «Асса», которая, в общем, будет у нас не главным лейтмотивом нашего произведения, а скорее такими аллюзиями, которые для взрослых будут ясны. Потому что для детей мы делаем сюжет, это яркое представление, красочное, со всякими превращениями, фокусами театральными, с путешествием главной героини. А то, что родители всегда приходят в зал с детьми, им тоже должно быть интересно, за чем следить. Вот именно для них это путешествие во время их молодости. Он будет семейный, это категорически для меня важно, потому что мне кажется, что ребенок должен ходить с семьей в театр, потому что важен диалог после спектакля, чтобы родители с детьми могли поговорить, чтобы у детей возникли вопросы. Театр вообще такое место, где задаются вопросы. Нет никаких ответов, но есть вопрос. И чтобы у зрителя маленького была потребность поговорить с родителем, или у родителей была потребность поговорить с ребенком, и что-то понять, что же происходит-то в этой истории, и между ними тоже. Алиса – это прекрасный материал. Это как бы очень волнительно, потому что для любого режиссера это проверка. Вот. Он очень сложный, он очень взрослый, на самом деле, и выявить там какую-то детскую историю довольно сложно, только за счет какой-то красочности. Но там задаются очень важные проблемы. Например, почему Алиса осталась одна? Ну, то есть, что это такое ребенок, который все время предоставлен себе? Мне кажется, это современная тема сегодняшнего дня. Да, ребенок очень часто остается один. Где его родители, насколько он в них нуждается? И вот эта первая проверка ребенка взрослого мира, то есть он встречается со взрослым миром. Ну, хорошо, меня оставили родители, так я сама разберусь, думает Алиса, и встречается со взрослым миром. И вот что это такое, этот взрослый мир? Мир, вообще-то, обмана, мир такого двойного смысла, двойных стандартов. В общем, довольно сложный мир, и понять, как в нем быть, и как взаимодействовать с этим большим, огромным, будто бы взрослым миром, очень сложно. Вот, поэтому это очень интересная задача для нас, для постановочной группы. Мы, когда составляли инсценировку и персонажей, мы думали сразу про артистов, и про взрослых артистов, потому что было очень интересно работать именно со взрослой труппой, который, ну, очень сильных артистов в театре. Вот, было интересно посмотреть, как они могут работать в детском спектакле, но играть по-взрослому, как бы, как для взрослых. Вот, и поэтому в инсценировке есть не только «Алиса в стране чудес», но и «Алиса в зазеркалье», и еще другие произведения Льюиса Кэрролла, они сплетены там так, что этого замес такой, он не заметен, где есть переход. Главное было выявить вот это вот преломление, попадание в другую страну, где все живет по другим законам. Главное, что в этой «Алисе»? Начиная путь просто как человек, который ничего не знает, ему просто все интересно, он как бы решил проверить этот мир на прочность. Вот, она встречается с разными проблемами, которые есть и в ней самой тоже. Ну, грубость или там, ну, не знаю, какая-то обидчивость или еще что-то. Какие-то свои недостатки она встречает в других персонажей. И она превращается в героя. То есть она в итоге превращается в человека, который может сказать «нет» всему этому миру, может встать на защиту другого человека, потому что в конце, когда угроза жизни стоит перед Вальтом, она встает на его защиту и закрывает с собой его, и думает, что ее могут, в общем, ей отрубить голову. И она совершенно как бы самозабвенно встает на его защиту, как Жанна Д'Арк. Неформатное, честное, проверенное временем. Именно так отзываются о музыке этого исполнителя романсов. В Сарове выступил заслуженный артист России Евгений Дятлов. Его концерт длился более трех часов. Зрители смогли насладиться городскими романсами, песнями из кинофильмов и русскими народными композициями. Романсы 19 века, песни военных лет и песни из кинофильмов 20-го столетия. Композиции известны и услышаны впервые. Репертуар Евгения Дятлова составляют песни популярных в советское время поэтов-песенников и композиторов. Леонида Утесова, Булата Куджава, Арноба Баджаняна и Юрия Висбора. Я пою только то, что реально мне очень нравится и что я могу исполнить с каким-то своим качеством. Львяную долю репертуара Евгения Дятлова занимают песни из фильмов советского кинематографа. «Земля Санникова», «18 из мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев» и многих других. «Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покрыл вас». Евгений Дятлов считает, что песни в кино добавляют фильму колориты и души. Как признался артист, исполняя известную песню из фильма, он старается вложить в нее свое восприятие героя и киноленты. Я как бы немножко по-своему это проживаю. Или у меня какое-то внутри отношение к этому фильму, я это отношение вкладываю в пение. Несколько там по-своему все-таки. Неповторимая камерная манера исполнения песен и романсов не оставила равнодушными зрителей. Каждая песня сопровождалась бурными аплодисментами. Свои эмоции, впечатления и признательность поклонники высказали певцу после концертной программы. «Просто восторг от совершенно замечательного артиста, исполнителя, от его песен». «Замечательное выступление, очень понравились песни из кинофильмов». «Но все равно в каждой песне был Евгений Дятлов». «Его такая заразительная энергетика, такое какое-то жизнеутверждающее настроение он вселяет». После концерта Евгений пообщался с поклонниками своего творчества. Несколько минут хватило на то, чтобы подписать буклеты и диски, сделать совместные фотографии и выслушать слова благодарности от зрителей. В детской школе искусств номер два открылся фестиваль керамики «Живая глина». В конкурсной программе принимают участие более 300 работ мастеров из Сарова, Дивеева, Нижнего Новгорода, Ордатова и других городов Нижегородской области. В этом году впервые открытый городской фестиваль приобрел статус областного. Глина – это сложный и капризный материал, который оживает в руках мастера. Благодаря фантазии и усидчивости художника-керамиста на свет появляются герои сказок, интересные панно, вазы и коллажи. Областной фестиваль «Живая глина» посвятили творчеству Александра Сергеевича Пушкина. «Керамическое отделение существует в школе практически с самого основания. И с того самого 1994 года оно выросло, окрепло, оно превратилось в отдельный вид работы школы». Сначала фестиваль «Живая глина» имел статус городского. Постепенно о нём стали узнавать мастера Дивеева, Ордатова и даже Нижнего Новгорода. В этом году к фестивалю присоединились керамисты из Костромы. Всего в выставочном зале детской школы искусств номер два представлено более 300 конкурсных работ. «Каждый человек может лепить. Другое дело, может быть, он не станет художником, может быть, он не слепит произведение искусства, но то, что у него в душе, он может создать. Это реально». Декоративное панно, мелкое пластика, народные промыслы и сосуды. Всего девять номинаций. Специально для самых юных участников создали номинацию «Лепка из нетрадиционных материалов». Воспитанники детской художественной школы сделали коллективную работу по поэме Пушкина Руслана Людмила. Героев известного произведения юные художники выполнили из пластилина. «Ты можешь создать что-нибудь такое свое, что ты представил себе в голове, ты взял и создал. Тебя не можно никак как раз ограничить в объеме. Тебя может только пластилин закончиться и все. Можно вылепить все, что ты хочешь, можно это вообразить, как бы воплотить». На открытие областного фестиваля пришли авторы конкурсных работ и любители этого направления искусства. Варя Колосветова учится на отделении художественной керамики и совсем скоро станет полноправным участником фестиваля прикладного творчества. «Мне очень нравится лепить из глины. Когда ты берешь глину в руки, ты сразу понимаешь, что это как будто твое творчество, то, что ты хочешь им все время заниматься». Итоги фестиваля подведут 7 декабря. Победители и призеров в каждой номинации и возрастной группе наградят дипломами и подарками. Слушайте хорошую музыку, чаще ходите в театр, на концерты и на выставки. Одним словом, проводите время культурно. А с вами была программа «Культпоход». До встречи в декабре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова